Новые законы по безопасности Японии вступают в силу сегодня. Дата 29 марта была выбрана в прошлый вторник на заседании Кабинета министров страны. Пересмотр военной доктрины стал крупнейшим с момента окончания Второй мировой войны. Вместе с тем, многие японцы недовольны отступлением от мирной конституции. Пакет документов, который признает за Японии право на коллективную самооборону, был принят еще в сентябре прошлого года. Он позволяет стране участвовать в военных операциях за пределами страны. Кроме того, силы самообороны смогут воспользоваться оружием, если близкий союзник Японии подвергнется нападению, и при этом возникнет угроза безопасности населения. Применять оружие можно будет и в случае провокации другого государства. Со всем этим не согласны тысячи сторонников пацифизма. В выходные они вышли на улицы Токио с протестом. Несмотря на весь список причин, которые составит господин Абе, несмотря на все условия, при которых вступит в действие этот закон, это означает только одно – Япония готовится вооружиться и стать страной, которая будет участвовать в войнах. Эти законы противоречить сами себе, потому что все аргументы господина Абе чисто теоретические. После того, как войска окажутся на линии фронта, кто сможет определить черту дозволенного? Одно повлечет за собой другой. И не успеем опомниться. Наши военнослужащие замешаны в эскалации конфликта. Лучше вообще в это не ввязываться. В прошлом японские силы самообороны участвовали в ряде миротворческих операций за рубежом. Все эти операции проводились за пределами зум-конфликта. Японская общественность волнуется о том, что новые законы позволят силам самообороны действовать и в зумах конфликта ради помощи союзным нациям, таким как США. Строго говоря, мне кажется, что участие у милотворческих операций тоже нарушало девятую стадию Конституции. Но все это были гуманитарные миссии или помощь в реконструкции после природных катастроф. Так что там ладно. Но новый закон о безопасности позволит направлять военнослужащих в зоны конфликта. Я не могу этого принять. Многие из тех, кто пришел требовать отставки, АБА уже не надеются на то, что закон о коллективной безопасности отменят. И главная цель – спасти пацифистскую Конституцию от дальнейшего пересмотра.